я возвращаюсь с работы на академической с той же что и был вчера это снова на этот раз я запаковывал эти холсты в рамки обратно если вчера я распаковывал эти ну раскручивал эти рамки при помощи шуруповерта подготавливал холсты и наклеивал их там и обратно обратно складывал эти рамки теперь там нужно было их доделать еще коробку сложить подписав и еще там нужно было упаковывать упаковки с новогодними игрушками там с датали елки игрушки нужно было их там короче коробки там все это с ними разбираться там эти игрушки короче да еще тоже вот в этот день я тоже грузил меня отправили машины там из газели разгружать коробки там быть коробках было были другие коробки и еще сложенные коробки там были которые потом нужно раскладывать и склеивать и в них запаковывать опять же в них коробки но в других которые нужно запаковывать эти игрушки еще их нужно там полиэтилен запаковывать и в общем там были вот эти игрушки короче разные вот эти все детали для них ну что мне запомнилось это то как там один из этих работодателей он в очках но он видно что такое как бы вроде как там все интеллигентные люди кстати такие они разговаривают на вы но он вот прошлый день матерился там на какого-то как он назвал дурака который я как я понял это скорее всего тот пьяный который там что-то с разбитым лицом был и ломился что-то дом может он на него там ругался я не знаю он короче постоянно нервно так матерился когда кто-нибудь звонил или там еще человек отвлекал но при этом когда он брал телефон там вежливо очень разговаривал ну я вчера оставил ему отзыв там положительный сказал что вот очень вежливые люди что большая редкость нашем обществе ну несмотря на это но сегодня он когда мы выходили чтобы грузить хотя это конечно нет не не оговорилась вначале что я должен что-то грузить в общем он сказал что ты у нас ты у нас хилый поэтому ты хилый у нас поэтому будешь поэтому будешь легкий легкий таскать я что-то так вот сказал ночью по моему это ты не знаю это жестоко так сказать так говорить мне ну вообще любому человеку это неприятно будет такое услышать не знаю я вообще я уже рассказывал что я грузчиком работал в сибири да я уже рассказывал я не знаю меня вообще там никто вроде как не говорил что я хилый какой-то и по моему мне вообще впервые такое сказали впервые в жизни ну вот именно такой фразы и причем перед тем как идти грузить что-то ну как бы он этот вы считает мне запомнилось я расстроился но я не знаю думаю что через 10 лет и через 20 лет я умру от сердечного приспособа вспомнив то как как он меня назвал то есть я грузчик из сибири и художник художник александр алёнин и меня звал назвали хилым в москве сказали грузить легкие вещи короче ладно в общем этом погрузили потом вот этот коробки вы делали это очень такая механическая однотонная однообразная работа что там реально буквально там даже не только я заметил что там реально сходишь с ума немножко когда их делаешь потому что это работа вообще для она настолько однотипная одинаковая однообразная там там просто одно и то же одни и те же нужно если там причем было где-то ну много сотен этих коробок нужно было запаковать то есть это одно и то же одно и то же действие постоянно нужно повторять от этого реально сходить сходить человек начинает с ума особенно если он творческий человек и привык там творчеством заниматься там не знаю а не делать что-то такое но но в принципе просто ну в общем я вот эти коробки с этими игрушками собирал складывал и в общем достаточно такая скучная однообразная работа так и прошел весь день в общем я кстати я гораздо гораздо больше здесь могу заработать чем своем городе то есть сибири потому что здесь например я заработал с 11 часов до где-то до 6 до 6 вечера заработал 1000 рублей то есть это это вообще я в сибири столько не заработаю там не знаю за это достаточно большая большой заработок по сравнению вот с моим городом где когда я там жил вот сколько я там у меня было но правда здесь в москве часто кидает поэтому тут тоже нельзя сказать что вот если ты там тысячу тысячу зарабатываешь в день то значит и богат все равно все равно здесь кидаю здесь меня половина из работ где я работал половина вот кинули ну и так в принципе здесь сейчас такое бывает насколько я слышал я месяц месяц такой один из таких примеров это месяц работал в авбастерс по франшизе в авбастерс бабл вафл до этого называлась у осипова осипова александра отчество у него на с в торговом центре весна на алтуфьева и в общем он не качал кинул то есть я месяц может стать просто просто так потерял но еще к тому же там я вынужден был терпеть вот это вот отношение к себе ну ну то есть ты не только работаешь там и в пустую если тебе кидает а еще и ты потом сожалеешь что ты работал с неприятным тебе человеком который там там как-то подшучил над тобой или как-то ну грубил тебе то есть как-то снял песню этом работал по 12 часов там 12 часов в день в общем а здесь я поработал за с 11 до 6 и меня заплатили 1000 рублей и это очень даже хорошо ну да я сегодня ничего не ел фактически я только я вообще ну я приехал с химок и я только съел там два маленьких таких ну размером не знаю там 5-6 сантиметров они эти сырки творожные 20 к съел только и немножко у меня с собой здесь сумки таскаю там есть короче там у меня остались очень с давних пор хлопья который с молоком там разводить есть в общем я там немножко сухомятки хлопья поел и воду пил еще там ну чашечки там наливал чашечку наливал воду фух и да и сейчас я бы хотел ну и сейчас вот я возвращаюсь на академическое метро академическое что я могу сказать неприятно то что меня назвали назвал этот хилом здесь просто в москве в порядке вещей вот такая такая прямолинейность такая ну грубоватость меня это меня это обижает а это вообще есть порядке вещей такую такая вот такой уровень грубости это даже не считается грубость здесь а может здесь только меня одного так обзывает а с остальными так не разговаривают возможно и так тоже главное что я там вот поработал заработал денег я я правда я не знаю я я за все это время что я был в москве даже очки себе я купил но я купил себе вот этот погремушку леново чтобы в интернет то есть я свой ноутбук отправить меня не вообще не было выход не было бы без этого телефона выхода в интернет я бы не смог там нормально как-то искать работу или где можно остановиться и ночевать или ориентироваться даже в пространстве то есть ну дубльгиз конечно это очень такая вещь которая подводит часто здесь вот почему-то на академическое никогда не работают не определяет местоположение дубльгиз то есть приходить приходилось ну и вообще во многих местах зачастую когда нужно срочно там чтобы местоположение твое придется узнать куда идти он не находит чтобы льгиз на телефоне у меня стоит без дубльгиза я бы не знаю вообще очень-очень интернет он реально очень помогает чужом городе таком в москве ну лично мне потом прошлая работа где прошла подработка где ездил аквариум почистить там короче навалили еще кучу всякой работы непредвиденной то есть не только аквариум чистить что там надо фильтры там с которым которые я ну они очень навороченные были не очень с ними разбирался но если бы я десять раз поработал так есть десять раз так неудачу такой потерпел работы с аквариумом то я бы стал наверное профессионально профессионалом в этой области но что-то там реально настолько была неудачная работа что и тому же ничего не заплатили и быть ну и мотивировали конечно же это чем чем-либо кое чем там мотивировали это на самом деле как бы не совсем как бы честно то есть нет мы там выполнили работу но просто эти фильтры там там по-моему вообще даже не оговаривали эти фильтры эти фильтры значит машина не сбила там он оказался сломанным один там на крепление одно из креплений фильтра я даже не знал как сниму со сломанным креплением обращены что делать то есть да я столкнулся с трудностью как потому что это объективно я не знал не знал что делать здесь там слом фильтр навороченный с которым не сбирать с ним еще можно разобраться но если там крепление сломано это только хозяин знает как там его можно сделать они слишком какие-то невыполнимую задачу на нас возложили меня и как бы ну и все там строили как бы скандал типа ну короче драматизировали ситуацию так чтобы не заплатить ничего здесь пожалели денег там вообще говорили что 600 рублей заплатить но ну еще там процент будет вообще ничего не забыли то есть потратили деньги чтобы сил на дорогу там я поранил себе руку по об это крепление сломанное какое там и в итоге воды из этого аквариума напились вода туда качивали чтобы замену чтобы почистить со дна перед тем как ну воду чистую залить нужно старую там наполовину начать короче воды аквариума напились я не знаю это очень неудачный опыт единственное ну и не заплатили ничего то есть но единственное как можно что можно по этому поводу найти вода положительного то что в любом случае здесь даже с учетом того что кидают постоянно или платит меньше чем обещали или там вообще с учетом всего этого все равно здесь москве как-то больше возможности чем моем городе но ну больше как можно чего-то успеть достичь хотя хотя может быть я просто сейчас пытаюсь это оправдать свою ситуацию на самом деле мне вообще здесь уже делать нечего давно давно надо было уехать я считаю здесь проблема в москве то что постоянно кидают постоянно ну и не только я думаю в петербурге то же самое здесь еще я еще не столкнулся с этим но вот тоже кидают и когда когда это снимаешь квартиру тоже там риэлторы могут обмануть или хозяева или хозяева могут попасть сумасшедшие но я такое слышал у меня еще не доводилось снимать квартиру целую москве потому что очень много денег потому что очень много денег